Субтитры делал DimaTorzok Да, сейчас можно. Конечно. Да. Вот, я звоню вам, я хотела бы к вам приехать в гости. Здравствуйте. Разрешите ли вы нам приехать к вам? А кто, значит, мы? Я с мужем. Понятно. А муж, что у вас не курящий? Нет, не курящий. Ну, поговорим. Сейчас мы маленько узнаем, а потом начнем переписываться. А когда вы хотели приехать? Мы приедем в Россию в июле. В июле-то хорошо. Я буду в Потеряевке. Это хорошо. Вот. Мы просто хотим приехать к вам, посмотреть, как вы живете, покушать вашу вкусную еду, чистую. Попросить, послушать ваши советы, как вы ведете хозяйство, чистую жизнь, как выращивать свои овощи правильно. Вот. Это мне нравится вот такое. Потому что, живя здесь, я вкус продуктов не чувствую. Нету. Безвкусно все. Химия. Я хочу выращивать все сама. И я вот смотрю, сейчас даже по телевизору говорите сейчас. Сейчас я разу сделаю. Я ваши эти видеоблоги в YouTube смотрю. У меня муж канадец. Понятно. Французского происхождения. Он любит Россию. Вот. И надеюсь взять землю где-то и коровку, курочек себе завести. В данное время мы живем в Атаме, в столице Канады. Но мне не хочется. Мне хочется более чуть подальше. К нам из Канады приезжали с ребятишками в лагерь. Вы видели, наверное, это? Видела, видела. Трое ребятишек. Потому что Канада нам дорогу проторила уже. А, значит, мы не первые. Да. Да. И сколько у вас там детишек в деревне вашей? Сколько людей? Да. Сейчас я не знаю. Ну, думаю, около 30 с ребятишками. То есть, если вот приезжали... Я просто еще... Вот решили тут приехать в Россию. Ну, известные люди. Может, вы видели, какая переписка с американцами тут? Вот. Я так наблюдала, но я... Да. Ну, вот мы ничего не можем человеку не обещать, но определенно скажем. Если есть дети, там внуки, для воспитания их в христианстве лучшего места просто не найти. Все верующие, все верующие, все православные, там же священник, все под наблюдением. Идут занятия с Словом Божиим. Ну, тем более у нас идет богослужение на церковно-славянском, но мы с трудом добились, что все библейское считается по-русски. А это больше половины службы идет по-русски. Вот как. Дети у нас есть, у нас два сына, 19 и 15 лет. Ну, так вы-то приезжайте все. Надеюсь. Вы все приезжайте. Старший не сможет приехать. Старший работает, младшего возьмем. Возьмите. 15-летнего. Да, чтобы он тут все, он все это увидел, неповрежденным взглядом, он, ну, больше заметит наших ошибок, там, или преимуществ. Да, да, да. Мне бы очень хотелось бы. Ну, погоди. Еще я хотела бы узнать, что привести вам или детишкам? Привести что? Что будет? Самое главное, самое главное, что вы можете привести, радость во Христе. А остальное у нас есть с избытком. Что мы единомышленники. Это мы примула же. Да, у вас все есть, конечно. У нас все есть. У вас есть больше, чем у нас. Да. Это правда. Нам ничего не нужно. Мы благодарим Бога. Бог нас обильно всем снабдил. Вы сказали, вот, посмотреть, там, сажать, что. А у батюшки, матушка, она, это, агроном. А она многое может... А, да? Агроном, притом не просто. Она сколько лет сотрудничала с сельскохозяйственным институтом. Там, с семенами и прочее. А, вот, я семена от вас еще хотела. Наши, чистые, без, 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 без добавок. Ну, ведь я знаю, это модификационные, там, разные опыты делают. Кукуруза до 100 центров собирает. А потом не знает, как рак желудка лечить. Да, 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 да. У нас все экологически чистое. Я могу вам сбросить устав деревни, который у нас есть. Устав. И сбросить для вас маршрутку. Вы телефоны, все сейчас же, начинаете скидывать. И я передам, кто может вас встретить и от Барнаула 150 километров довезти. Но тут уже надо рассчитаться будет с шофером и наш человек. Это уже без обмана можно в машину садиться. Но будете, когда садиться, обязательно попросите документ. Потому что мало ли что бывает. Будьте внимательны. Много так приезжают из Америки, садятся, а вылезти уже некому. Сколько писали. Я с вами свяжусь до приезда. Да, да, да. Я вам дам телефоны. Будете держать. Телефонов семь. Вы все в несколько экземпляров себе перепишите в разные карманы. Чтобы никакой потери не было. А отсюда тогда созвонитесь. Может быть даже на аэродроме встретят. В прошлом году приезжали, когда канадцы, их прямо на аэродроме встретили. И с аэродрома, а это в нашей стороне, где мы, аэродром на нашей стороне. И сразу к нам приехали. Да. Ну, Господь. Да, ну да. Усмотрите. Я вам скину сейчас же прямо сразу, чтобы вы ознакомились с уставом. У нас устав строгий, но он не тяжелый устав. Простой. Простой, но основан на священном писании. Чтобы люди знали Бога. Как у нас в народе говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Так что мы должны соблюдать ваш устав. Поэтому я спросил про курение. Табако-курение запрещается даже на территории. На территории деревни. Мы не ходим. Да, ну это прекрасно. Даже чужие, которые приезжают, там перми рай, еще никто не нарушал эти правила. И мы не будем. У каждого есть свои правила. Ну так это хорошо. Мы чаевники, мы не любим. Мы пытаемся жить правильно, как можем, как позволяет нам среда, где мы живем. Вот вы где приедете, вот уже знаете. Вот видите, я как сижу, чтобы грудь была закрыта. Вот сразу воротник стоит. Ну-ка попробуйте, как у вас получится. Нет, нет. У меня вот тоже. Ну нет, она должна вот так быть. У вас тут вниз идет, она должна быть... О, вот так вы должны быть одеты. Вот у нас правила, которые... Ну, это правило. Да, 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 да. Мы, понимаете, мы открыто говорим это, потому что мы не чужие друг к другу, а мы родные, называемся братья и сестры. Да, 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 это правильно. Мне это нравится. Ну, вы у нас видите, если вы у нас на нашем ютубе, то вы многое видите. Я вижу, я смотрю, я наблюдаю. А вы на... Я уже... Я вас знаю уже. А вы на нашем... Знаю, какие... На нашем сайте были? Была. О, так знаете. Была вот сейчас. А вот смотри, это собачка у вас. Видишь, какая интересная. Да. А какая-то... Его тоже мы привезем. Можно его возьмем с собой? Нет, нет, нельзя. Не разрешается. У вас животных нет? Животных много, но посторонние не разрешаются по уставу. Из-за страха, как бы еще не завезли. Нет. Вот хорошо, что вы сказали. Это у нас и в детском лагере. Он привезет, как маленький ребенок мой. Это может быть и так, потому что собака или что-то может занести такое, что нам никогда не выкорщивать. Это другой континент. Мы ездили, когда в миссионерской поездке. С нами была немецкая овчарка. Вы видели? Ну, видела. Она чемпион России. Она внесла караульную службу. Когда мы спали, она охраняла. Она близко никого не подпустит. Привязанная собака была. А, ну да. Да. Ну, подумайте как. Кому-то оставить его. Ничего. Ничего. Тогда мы сделаем так. Мы собаку с сыном оставим у моих сестер в Москве, а сами с мужем приедем к вам. Да. У нас собак хватает. И который человек вас повезет. Просто он, он. Человек, который, если он вас повезет, который Сергей Павлович Пупков, он профессиональный кинолог. Занимается дрессировкой собак. Да, да, да. Так что можете... Это хорошо. Простите. Ну, у вас... Мне бы просто... Мне хотелось бы узнать детки, деткам что-нибудь привезти, чтобы... Я с пустыми руками или не люблю хотадить. Нет. У нас все есть. Все. И здесь, если что-то покупать, дешевле намного. Из города поедете здесь. Ну, если только в самом городе уже будете. Если какого-то хлеба купят, потому что хлеб у нас надо стряпать и затруднения. А остальное у вас деньги есть, можете покупать мед соседимся или мед натуральный, с пасеки прямо. И даже с собой взять. У вас, да. Да, да, да. И молочные продукты здесь же в деревне покупать. Сливки, творог, мясо, курочки там, что потребуется. Все можете покупать сами. Да, да. Не, я имею в виду купить детям с Карнадо, что привезти? Одежду, например, сапоги. Не надо, у нас все в избытке. Да? Да. Ну, дай Бог, чтобы у вас всегда все в избытке. Ну, вот как-то Бог дает так. Вот когда потребовалось, я не знаю, что у нас первое, кухонный комбайн, сразу с Испанией прислали католики. Но они уже православные. Да, если, вот я имею. Если вам нужно что-нибудь еще в таком роде, я могу привезти. Нет, у нас все есть, есть. Они прислали два раза средства и позаботились. Даже чтобы наш Ютуб не погиб, они прислали тысячу евро, чтобы сняли копии и туда увезли наши, чтобы создать другой канал уже на других. Да. То есть очень хорошие люди. Ее звать Ирма. Ирма. Вот так. А он Регис. Регис. А она Ирма. А Ирма, это Ирина. Они все мои книги выписали, заплатили. И у них литература все есть наша. А как вы с ними общаетесь? Они русскоязычные? Русские. Русскоязычные. А он, видимо, он-то не выходит на нас. Он, видимо... Она литовка, из Литвы. А я он, может быть, испанец, я не знаю. В Испании они. Не, я думала. Вы по-английски говорите? Говорил когда-то. Теперь 56 лет назад самостоятельно учил. А теперь что я могу говорить? Так только по верхушкам. Я самостоятельно много учил. И немецкий выступал у них. Проповеди на немецком языке говорил. Вот. Занимался другими языками. И испанским даже занимался. Мне это все интересно. Занимался греческим. Ну, просто мне интересно. Я любил это дело. А как уверовал, я все остальное оставил. А одним Богом стал заниматься. С Богом. Священным Писанием. Ну, да. Да. Это благовое дело. Да. Нашел жемчужину, говорит, и продает все, чтобы приобрести это поле. Прища Христова. Да, да, да. Драгоценная жемчужина. Лучше нету нигде. И более искать не надо, да? Да. Да. По славу. У вас какие вопросы? Спасибо большое. Духовные вопросы какие есть? Нет. Я хочу с вами поговорить об этом, когда мы встретимся. Ну, все, хорошо. Тогда давайте расстаемся. Я вам сейчас начну материалы скидывать. Вы их себе сохраните, не потеряйте. Всего хорошего. с Богом. Нет, не потеряю. Спасибо большое, Игнати. Храни, вы говорите, спаси Христос, не спасибо. Спаси. Спаси Христос.